всем привет меня зовут мистер ченнинг и у меня есть мотоцикл мечта harley дэвидсон роткинг classic 97 года давайте посмотрим погоду для начала традиционно смотрите сегодня думал такой покататься но погода короче идет снег мокрый такой но на улице на градусов 45 ведь почти все ставила вот и думал сегодня покататься но слишком сыра возвращаемся возвращаемся к нашей теме про штуцера вот буквально там некоторое время назад вышел ролик да с штуцерами я показывал и говорил что причина но скорее всего того что суппорта запотевает причина наверное в тех самых штуцерах которые которым не дает до завернуться до конца гайка штуцера проточены и прошла ровно неделя с того момента как я установил те что сыра старые и давайте посмотрим в каком состоянии суппорты и там не все так однозначно достал я вас наверно уже с этими делами но история нужно закончить смотрите вот здесь вроде как все сухо то есть от потевания никаких нету пальцы сухие здесь вот как все протер так здесь все осталось а левый суппорт он тут более интересная история эти он весь сырой опять же под шайбами сухо и сухо в том числе сейчас я фонарь возьму видите по верхней части суппорта как бы запотевание то есть я не думаю что если там шайб на то там конь капиллярный эффект и она поднимается сюда я думаю что что со штуцера гонит но штуцер этот родной знаете почему с него гонит потому что я его не смог нормально затянуть потому что здесь уже грани такие прям уже на финише обходится я его подтягиваю чуть-чуть переставным ключом книпикс вот поэтому сейчас штуцера возверну 90 штуцера спасибо диме он протащил штуцера вот сейчас поставим это операция недолгая поставим прокачаем то есть видите он очень грамотно сделал он проточил видите да как он сделал проточил и сделать чуть меньше диаметр то есть теперь их можно время будет завернуть ну по-человече короче проверим посмотрим будет ли работать эта теория и тут ведь он еще оставил некоторое расстояние некоторый запас чтобы можно было их нормально скажем так нормально их можно было затянуть сейчас посмотрим смотрите покажу вам на правом суппорте как все будет происходить в принципе тут ничего сложного нет колпачок надо снять кстати может даже колпачки с этим штуцерами подойдут блин он склизкий его не подцепить и и и когти если не подстриг как на зло все подцепил так снимаем аккуратненько резиночки же оригинальная такая резиночка такой колпачок под суппортом и тут стоит баночка чистенькая из-под творога сейчас мы быстренько суппорт вывернем если суппорт штуцер и сразу завернем но слегка не до конца потому что еще потом на под прокачать завернем проточенный штуцер посмотрим насколько насколько он войдет туда давайте так ракурс получше сделаю затянуто прям хорошо так все же приготовить ей крышку тормозного бачка пока спецом не отворачивал чтобы не этот все потекло уже так давай 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 я диме отдал эти что-то сравнивать сразу же там на следующий день уже позвонил я ему отдал 1 мая 2 мая позвонил сказал забирай сейчас мы посмотрим будет моя теория работать или или да да вот смотрите получается действительно видите насколько надо было конечно ширину гайки замерить сейчас попробую приблизить смотрите видите вот сейчас он завернут до упора и запас есть то есть получается я могу спокойно этот штуцер еще у меня есть ну усиленно затем те толстые гайки которые были изначально до предыдущие видео они как раз таки не давали ему нормально затянуться поэтому тут все по телу а сейчас запас есть упираться ничего не будет и даже не исключено что я смогу поставить туда родную резинку дотянуть постараюсь по крайней мере вот оригинальный штуцер побитой жизнью и сейчас то же самое на левом суппорте сделаем выверну и потом прокачать и поездить понаблюдать и что еще важно на эти штуцера налазит прозрачный шланг который есть у меня в гараже то есть легче будет отследить к на каком этапе у нас исчезнет воздух баночка уперлась данный свалит можно прокачивать даже в эту пустую банку бачок чуть-чуть тормозухи долил но видите какая ядрена тормозуха с прошлого раза шланг вот как он окрасился силиконовый в принципе воздуха нету сейчас еще пару раз качнем и все и можно будет закрывать и то же самое с той стороны в принципе воздух то тут особо не успевает попадать потому что ты штуцер выкручиваешь наоборот там внутри немножко выше давление чем от 20 в атмосфере да и она выходит получается у тебя вакуума то нету чтоб туда прям попадал то есть теоретически тут сильно можно и не качать ну просто он сразу видно будет пузырек воздуха или нет внутри пузырька не будет в принципе можно можно заканчивать на этом видите воздуха нет что можно подтянуть а и на этих штуцерах этот ключик на 10 накинной все впритык но встает впритык встает из-за того что этот вот этот шланг слишком близко то есть вот его сюда надо было при установке дальше закинуть подтягиваем все прям хорошо подтянута на все про все наверно ушло у меня там максимум полчаса операции уже такая она настолько стала привычная элементарная но тем более что воздух не попал долил совсем чуть тормозухи все все хорошо все прекрасно а суппорта протер буду наблюдать но я говорю у меня прям подозрение что это действительно недозатянутые штуцера из-за того что грани сорваны на родных да она одно было сорвано его нормально не затянуть он нормально и затянулся вот левый суппорт был запотевший а правый суппорт у нас получается был сухой признаков запотевания никаких не было но если будет потять останется только только наверное замена шайб но будем наблюдать будем посмотреть и помните что мои вот эти все действия какие-то слова не носят больше рекомендательный характер и носят скажем так около дилетантские около дилетантская позиция я не являюсь каким-то супер профессионалом супер ремонт ником я не являюсь знатоком или экспертом прям супер супер все знать невозможно но тем не менее опыт какой-то накапливается я стараюсь им делиться снимать какие-то видео потому что в конечном итоге вот мне очень нравится когда какие-то старые древние ролики народ прям пишет и комментирует ты находит эти ролики и они им помогают какие-то вопросы возникают и они там даже под этими роликами пишут комментарии и как бы получается что ну не зря все это делаешь что я еще хотел отметить что после замены ремкомплекта ручки тормозной да помните главное тормозного переднего цилиндра зимой с вами когда меняли ручка стала жестче несмотря на то что залит тот же самый дот 5 но при замене помните я вам рассказывал о том что резинки они немножко были разные по жесткости вот родная резинка которая постоянно такая на мягенькая была вот та резинка которая сейчас стоит здесь на поршне то есть поршни и на нем вот этот манжет она изначально была жестче и ну ручку теперь до руля не по моему до руля ручку тормозную и очень сложно продавить до ручки газа а раньше она прям такая была вянька то есть я думаю что именно замена ремкомплекта она возымела какой-то эффект надеюсь вам было интересно посмотреть данное видео чуть-чуть полезного думал сегодня прокатиться но погода не летная но решил посвятить вот замене штуцеров чтобы сделать уже и если повезет забыть о них напомню ну как всегда в конце видео я напоминаю о том что у нас есть замечательный telegram чат ссылка на который находится в описании к этому видео также напомню что у нас есть харли стримы которые мы постараемся проводить каждое воскресенье или на каких-то выходных но их заранее анонсирую опять же на в этом telegram чате или в сообществе на ю тубе так что отслеживайте смотрите и как всегда в этот несмотря то что погода такая шляпная плохая хочу поблагодарить настроение хорошее у меня хочу поблагодарить свою аудиторию за ваши комментарии за то что вы смотрите поддерживаете комментируете комментарии в своем большинстве ну прям адекватные вот именно по техническим видео да у технических видео не так много просмотров но я не стремлюсь если мне нужны просмотры я там могу там шортов каких-нибудь там по на выкидывать по сделать то есть поделать они такие особо смысла смысловой нагрузки не несут вот но они достаточно так неплохо аудиторию привлекают а технические видео игру вот они делаются для того чтобы накопленный опыт собственно был сохранен и возможно там через десять через двадцать лет там какой-нибудь иван там или какой-нибудь там из василий купится хорлея решит там позаниматься теми или иными деталями и я ему там смогу дать ссылку или он сам наткнется на это видео и очень кстати грёт сейчас замечательно прям состояние канала мистер чем в том плане что видео есть очень по многим темам техническим и когда какие-то вопросы в том же telegram чате возникают и просто скидываю ссылку на видео и в принципе там часть вопросов не все но часть вопросов больше большая часть вопросов она сразу исчезает это это мне прям очень нравится потому что я гулять такой вопросы и вот тут же видео ответ где в принципе все рассказывается ну в моем стиле занудно долго но я думаю что сама суть вот этих них технических видосов понятно но сегодня в этот замечательный день с вами как всегда был мистер ченнинг пакет на видно вам нет мотоцикл мечта ждем когда настанет погода чтобы уже начать как следует вкатываться в этом сезоне всем вам большое спасибо за внимание будьте здоровы всем пока в общем прошла ровно неделя с момента замена штуцеров у нас было открытие сезона открыли сезон ну там немного проехал там километров может быть там 10 в общей сложности но тем не менее тормозами пользовался вот вот здесь что-то вот жирное такое я вижу но блин здесь вроде как все сухо так то вроде как протер так она все осталось будем ездить будем наблюдать это у нас с правой стороны специально пришел гараж чтобы снять с левой стороны а вот здесь вот видите с правой стороны опять на хрен все сырое опять вот все влажное с чем это связано черт его знает поменяем шайбы время есть делать нечего погода не летная давайте все-таки махнем шайбы чтобы уже точно исключить их из нашего скажем так списка поставим резиновой шайбы вместо медных сейчас я вам все расскажу и покажу в процессе ключик у меня тут в принципе не все приготовлено все почищено все сразу тормозуха побежала хорошо от руки крутится исключим шайбы из нашего списка чтобы у нас остались точно одни штуцера но это знаете такое больше такое само успокоение и от безделья так шайбы вот такие m10 но они очень так мне нравится они прям очень хорошо налазят 10 штук стоит 250 рублей на озоне можно на алиэкспресс дешевле купить очень-очень так они прям прям почти идеально об об все эти с резиночкой она плотно там ничего не закусывает ничего не этот и мы сейчас поставим и затянем с необходимым нам усилием штуцера ставим на десерт возможно какие-то может быть другие будут подбирать может быть может быть замена шайб вдруг поможет но хотя я уже просто не знаю не знаю что может быть причиной запотевание суппортов давайте давайте исключим просто ну тут два фактора мы меняли шайбами мы меняли штуцера до замены шайб штуцеров все было сухо после замены штуцеров началась и шайб началась такая история затягиваете шайбы с усилием 25 ньютон этот ключик все уже подготовлена какой какой опыт просто грандиозный для меня и для вас надеюсь каждый для себя здесь найдет какой-то какой-то ответ просто я не исключаю что может быть может быть по какой-то причине из-за капиллярного так называемого эффекта происходит запотевание так давайте-ка я вас подальше поставлю тянем большим динаметрическим ключом так здесь вот место было включая чтобы и чтобы шланг не цеплял за крыло все все затянуто ща прокачаем и и как обычно пока все будем наблюдать тормоза прокачаны в очередной раз так эти шайбы теперь выглядит суппорт аппартер хорошенькая воздуха кстати почти не было и с этой стороны он без колпачка ну вот так вот выглядит сейчас еще здесь под протру и будет видно оставим на несколько дней и будем смотреть будем наблюдать прошло около двух недель с установки шайб съездили в мурманск все сухо все сухо пользовался естественно тормозами то есть суппорта ведь они не жирные ничего не такие уже даже под запылились сухие с этой стороны точно также специально решил заснять то есть дело получается было шайбах видео получилось такое длинное с нескольких кусков состоящие да по тормозам и это получилось целая серия про штуцера там по моему 2 там или три серии вышло но это опыт которым нужно поделиться который я считаю что нужно передать чтобы возможно кому-то это было полезно и вот сейчас суппорта реально сухие проехал я правда совсем немного проехал я с момента начала сезона получается ну порядка на 450 километров ну плюс минус вот но и тормозили ездили в мурманске и была разная погода было холодно тепло сейчас реально суппорта запотевание не имеют значит получается у нас дело было в шайбах возможно кто-то напишет а зачем ты там писать этот нам дал информацию про то что это штуцера там или этот но вы поймите что все это снимается до в процессе и постепенно все выкладывается я не могу скажем так снять видео сразу же протестить там проехать 500 километров да и сказать течет или не течет должно пройти какой-то период времени чтобы понять верно то и верно это или нет но в любом случае основная цель канала это поделиться своим опытом до техническим в плане ремонта мотоциклов harley-дэвидсон надеюсь вам как всегда было интересно посмотреть это видео полезно немножко знаете так может быть она так как бы раздроблено да выглядит но я стараюсь быть последовательным потому что и так я уже несколько раз откладывал выход этого видео потому что ну вот разные там обстоятельства другой контент туда-сюда я все это дело один и есть еще какая-то параллельная жизнь пара параллельные короче много еще всяких других интересных дел и поэтому вот приходится как-то этот выкручиваться но тем не менее мы эту серию я думаю что завершаем наконец-то то есть дело было шайбах вся информация есть предыдущих видео да какие штуцера в этом видео есть информация про то какие были шайбы поставлены в итоге которые ну вот получается медные шайбы и пропускали кстати по поводу медных шайб вот есть такая вставочка протер шайбы медные которые стояли но я бы не сказал что они прям ну идеальные но следы обжать и на них есть видите вот этот полосочка все не прижимались и думаю что может быть у них причина но если узнают вот на этой например вообще нет следов уже не могу сказать где она стояла там под болтом или вот с этой стороны если там сжатия ну медные шайбы всю дорогу ставили к не проблем не было что критично и но шайбы заменили будем будем наблюдать посмотреть время есть занимаемся и вот по этой вставке видно что как-то шайбы то обжаты то необжаты ну вот что-то короче непонятное с ними произошло и я вроде затягивал нормально на заднем суппорте медные шайбы не текут вот здесь на главном тормозном цилиндре они стоят тоже вроде как бы все сухо но на суппортах почему-то вот такой эффект проявился на передних короче вылечено будем отслеживать если какие-то будут изменения я обязательно дам вам знать напомню что у нас есть замечательный telegram чат ссылка на который находится в описании к этому видео также напомню что стараюсь более менее регулярно проводить харли стрима на выходных который заранее анонсирую в сообществе на ю тубе или не или а и telegram чате если анонса не было стрима не будет но как правило раз в неделю там где-то на выходных там суббота воскресенье стараюсь проводить общаться с крым так напрямую в аудитории возможно кто-то обратит внимание что с мотоциклом что-то не то что-то вот с ним произошло такое ну непонятно да что какой-то он немножко разобранный хотя на улице сейчас уже конец мая тепло кстати почти плюс 20 градусов но об этой ситуации кстати как раз таки подписчики telegram чата и telegram канал они в принципе знают что что произошло с мотоциклом они узнали раньше всех вот а кто смотрит только youtube они узнают об этом следующей серии надеюсь вам было интересно полезно посмотреть это видео всем вам спасибо большое за комментарий за поддержку за участие за идеи за критику конструктивную за то что вы продолжаете меня изо дня в день из серии в серию из видео видео вдохновлять к созданию каких-то новых роликов новых идей нового контента сегодня с вами был мистер ченнинг всем вам большое спасибо за внимание будьте здоровы всем пока